В округе свыше 22 тысяч человек состоят на миграционном учёте. Больше всего иностранцев проживает в Одинцово, Голицыно, Кубинке, Звенигороде, Новоивановском и Немчиновке. По отчёту нашего управления полицией в 2023 году всего на территории городского офиса совершено более 3,5 тысяч преступлений. Иностранными гражданами более 500. Получается более 14%. Это, в принципе, значительно. Всего же в муниципалитете 5 мест компактного проживания иностранных специалистов. Только в международном концерне Вакулово их работает около 800. На швейной фабрике в Одинцово чуть меньше, порядка 400. Все они проживают в производственных общежитиях. Также мигранты живут и в общежитиях, которые предоставляются нашими муниципальными предприятиями и коммунальными организациями. Они также находятся на нашем постоянном контроле. Информация о появлении нелегальных мест проживания мигрантов, а также о заселении подвалов, различных технических помещений, о появлении так называемых резиновых квартир должна немедленно отрабатываться совместно с правоохранительными органами. В процессе строительства в муниципалитете 18 жилых комплексов. К работам застройщики нередко привлекают иностранцев, иногда забывая обеспечить их местами для проживания. Иногда это бывает строительные вагончики, часто возникают в них пожары, мы видим это по информации ЕДДС. Ну, бывают, конечно, единичные случаи, когда они в подвалах строившихся домов или те незаселенные квартиры, которые в многоквартирных домах. Полиция, прокуратура, Госадмотехнадзор, Госстрой периодически проводят проверки мест проживания мигрантов, обращают внимание на соблюдение не только миграционного, но и земельного, трудового законодательства, а также правил пожарной безопасности и санитарных норм. Хотел бы вынести вот четыре предложения, которые необходимо нам рассмотреть. Это первое, инициировать проведение межведомственных проверок мест проживания мигрантов, общежитий, хостел. Почему межведомственные? Потому что это, прежде всего, полномочия правоохранительных органов. Обязать крупных работодателей строить общежития для ингородних работников. Кроме того, Александр Давыдов предложил согласовывать инвестиционные проекты только при наличии инфраструктуры для проживания сотрудников, а также усилить давление на владельцев хостелов и резиновых квартир для переселения мигрантов в общежития. Конечно, при содействии прокуратуры и полиции. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».